Hattest du früher viele Freunde? Sollte ich dir helfen? Um wie viel Uhr bist du aufgestanden? Habt ihr euch gestern mit euren Freunden getroffen? Друзья, всем снова привет! Сегодня мы продолжаем плейлист, который всем вам так полюбился. Это фразы на немецком языке по системе вопрос-ответ. Без долгих предисловий скажу, что в принципе вам просто нужно за мной повторять, внимательно слушая и не делая ошибок. Плюс запоминать слова, я буду также сегодня их переводить. Но если вы хотите полностью правильно заниматься по сегодняшнему плейлисту, я, во-первых, вам рекомендую посмотреть ролик вот этот, как свободно и правильно говорить на немецком. Здесь я саму методику объясняю. И также вы можете посмотреть первую часть, 120 фраз на немецком по системе вопрос-ответ. Это уровень именно А1, А2. А сегодня мы уже начинаем с уровня А2+, скажем так, и идем дальше. Кроме того, сегодняшние фразы полностью посвящены прошедшему времени в немецком языке во всех его проявлениях. И если у вас все еще есть какие-то недомолвки и вопросы по этой теме, обязательно посмотрите полный разбор прошедшего времени. Это вот это видео. А также неправильные глаголы, разобранные по группам. На все эти ролики я оставлю ссылку в первом закрепленном комментарии и в инфобоксе. Все как всегда. А теперь поехали. Итак, слушаем. Потом я оставляю паузу, чтобы вы могли за мной повторить. И затем даю русский перевод этих фраз. Да, я мог тебе вчера помочь. Ты мог раньше лучше говорить на немецком? Да, я мог раньше лучше говорить на немецком. Он мог тебя забрать? Да, он мог меня забрать. Конте дайне Швэстер и твас кохе? Да, си кунте твас кохе. Твоя сестра могла что-нибудь приготовить? Да, она могла что-нибудь приготовить. Контен ви das фрюер махен? Nein, das konnten wir nicht фрюер махен. Мы могли это сделать раньше? Нет, мы не могли этого сделать раньше. Контет ihr nicht gestern kommen? Nein, wir konnten nicht gestern kommen. Вы не могли вчера прийти? Нет, мы не могли вчера прийти. Контен Sie mir das im Voraussagen? Ja, sie konnten dir das im Voraussagen. Они могли мне это сказать заранее? Да, они могли тебе это сказать заранее. Durftest du hier rauchen? Ja, ich durfte hier rauchen. Tебе можно было здесь курить? Да, мне можно было здесь курить. Durften deine Kinder gestern so spät ins Bett gehen? Ja, sie durften gestern so spät ins Bett gehen. Tвоim детям можно было вчера так поздно идти в кровать? То есть, идти спать. Да, им можно было так поздно идти в кровать. Здесь у меня опечатка. Конечно, gehen, а не gegen. Вольтесту gestern ins кино гейн? Да, я хотел вчера сходить в кино. Да, я хотел вчера сходить в кино. Вольtest du letztes Jahr ein neues Auto kaufen? Ja, ich wollte letztes Jahr ein neues Auto kaufen. Ты хотел в прошлом году купить новую машину? Да, я хотел в прошлом году купить новую машину. И, в принципе, вы уже поняли, даже если вы не смотрели предыдущие ролики, метод, вопрос полностью копирует ответ. И в этом вся фишка. Мы привыкаем к структуре языка. Вольте dein коллеги mit uns in die Kneippe gehen? Nein, er wollte nicht mit euch in die Kneippe gehen. Хотел ли твой коллега с нами пойти в пивнушку? В бар. Нет, он не хотел с вами пойти в бар. Вольтет ihr schon gestern damit anfangen? Ja, wir wollten schon gestern damit anfangen. Вы хотели уже вчера начать это? Да, мы хотели уже вчера это начать. Да, я должен был учиться весь день. Да, я должен был учиться весь день. Мустот ihr auf die Toilette? Ja, wir mussten auf die Toilette. Вам надо было в туалет? Да, нам надо было в туалет. Будьте внимательны, здесь обязательно говорим auf. Кстати, подробно о таких фишках, когда лучше говорить и как это звучит по-немецки правильно, я также рассказываю в том плейлисте, где мы разбираем слова полностью. Выглядит этот ролик вот так. Все слова для свободного общения длится 5 часов. И для тех, кто решил освоить немецкий во всех тонкостях, этот ролик обязательно к просмотру. Sollte ich dir helfen? Ja, du solltest mir unbedingt helfen. Должен ли я был тебе помочь? Да, ты должен был мне обязательно помочь. Solltest du zu Hause bleiben? Ja, ich sollte zu Hause bleiben. Solltet ihr dieses Gedicht auswendig lernen? Вы должны были выучить это стихотворение наизусть? Да, мы должны были его выучить наизусть. Sollte er seiner Schwester helfen? Ja, er sollte seiner Schwester helfen. Он должен был помочь своей сестре? Да, он должен был помочь своей сестре. Sollte sie gestern ihrem sohn helfen? Ja, sie sollte gestern ihrem sohn helfen. Она должна была вчера помочь своему сыну? Да, она должна была. И мы закончили с модальными глаголами в прошедшем времени. Это отдельная тема. И переходим к глаголу sein в прошедшем времени, который будет звучать как war. Warst du schon mal in Deutschland? Ja, ich war vielmals in Deutschland. Ты уже был однажды в Германии? Да, я уже был много раз в Германии. Was warst du gestern Abend? Gestern Abend war ich in den Bergen. Где ты был вчера вечером? Вчера вечером я был в горах. War er gestern im Kino? Nein, er war gestern nicht im Kino. Он был вчера в кино? Нет, он не был вчера в кино. Wo waren wir gestern? Wir waren in einem neuen Klub. Где мы были вчера? Мы были в новом клубе. Warst du schon mal in Österreich? Да, мы были в прошлом году в Австрии. Where waren gestern deine Kinder? Sie waren auf dem Kinderplatz. Где были вчера твои дети? Поэтому я не стараюсь говорить специально медленно. В первом ролике я говорил чуть помедленнее. Если вам все-таки быстро и вы хотите расслышать, то у YouTube есть функция замедления видео. В нижнем углу, вот здесь, точнее у вас это будет вот здесь, вы можете скорость сделать поменьше, нажав на клавишу настроек. Поставьте 1.0.1.9 или 1.75 и повторяйте более медленно. Hattest du früher viele Freunde? Ja, ich hatte früher viele Freunde. У тебя раньше было много друзей? Да, у меня раньше было много друзей. Hatte sie früher einen guten Job? Да, у меня была очень хорошая работа. Слово очень, sehr, я не прочитал, пропустил. Sie hatte früher einen sehr guten Job. У нас вообще не было возможности. Да, у нас вообще не было возможности. Hatten deine Kollegen einen guten Chef? Nein, sie hatten einen schlechten Chef. У твоих коллег был хороший Chef? Нет, у них был плохой Chef. Приходим к прошедшему времени. Perfect. Подробнее об этом в том ролике, на который я указывал в начале сегодняшнего видео. Hast ты уже сделал твои домашние задания? Да, я уже сделал мои домашние задания. Hast ты gestern Deutsch gelernt? Nein, я не научил Deutsch. Ты вчера учил немецкий? Нет, я вчера не учил немецкий. Здесь я снова пропустил запятую после Nein. И что касается отрицания, здесь в принципе допустимо также сказать Ich habe kein Deutsch gelernt. Если хотите подробнее в этой теме разобраться, то обязательно смотрите ролик про отрицание на этом канале. Hast du im September ein neues Auto gekauft? Nein, ich habe im August ein neues Auto gekauft. Ты в сентябре купил новую машину? Нет, я в августе купил новую машину. Habe ich dir das nicht gesagt? Ja, du hast mir das schon vielmals gesagt. Я тебе этого не говорил? Да, ты мне уже много раз это говорил. Hat dein Bruder seinen Wagen verkauft? Ja, er hat seinen Wagen verkauft. Твой брат продал свою машину? Да, он продал свою машину. И Auto, и Wagen? Das Auto, der Wagen, оба слова в ходу в немецком языке. Der Wagen даже используется. Почаще привыкайте. Hat deine Schwester dieses Bild gemalt? Ja, sie hat dieses Bild gemalt. Твоя сестра нарисовала эту картину? Да, она нарисовала эту картину. Habt ihr von Reisen geträumt? Ja, wir haben von Reisen geträumt. Вы мечтали о путешествиях? Да, мы мечтали о путешествиях. И снова пропущена запятая. Что-то я был невнимателен, когда писал будьте вы внимательны. Ja и nein, да и нет в немецком всегда выделяется запятыми. И потом идет обычное предложение с правильным порядком слов. Hast du dieses Buch schon bestellt? Ja, ich habe dieses Buch schon bestellt. Ты уже заказал эту книгу? Да, я уже заказал эту книгу. Wo hast du dein Auto geparkt? Ich habe mein Auto unter dem Baum geparkt. Где-то припарковал свою машину. Я припарковал мою машину под деревом. Warum hast du gelacht? Ich habe doch nicht gelacht. Почему du смеялся? Но я же не смеялся. Hast du heute gearbeitet? Nein, ich habe heute nicht gearbeitet. Ты сегодня работал? Нет, я сегодня не работал. Haben deine Eltern letzte Woche gearbeitet? Ja, sie haben letzte Woche gearbeitet. Твои родители на прошлой неделе работали? Да, они на прошлой неделе работали. Was hast du früher unterrichtet? Ich habe früher Deutsch unterrichtet. Что-то раньше преподавал. Я раньше немецкий преподавал. Hast du deinem Lehrer schon geantwortet? Ja, ich habe meinem Lehrer schon geantwortet. Ты уже ответил твоему учителю? Да, я уже ответил моему учителю. Hast du den Text schon vorbereitet? Ja, ich habe den Text noch gestern vorbereitet. Hast du die Flasche geöffnet? Ja, ich habe sie geöffnet. Ты открыл бутылку? Да, я открыл бутылку. Bist du mit dem Auto gefahren? Nein, ich bin mit dem Rad gefahren. Ты ехал на машине? Нет, я ехал на велике. Bist du heute früh aufgestanden? Ja, ich bin heute früh aufgestanden. Ты сегодня рано встал? Да, я сегодня рано встал. Bist du heute zu Hause geblieben? Ja, ich bin heute zu Hause geblieben. Ты сегодня остался дома? Да, я сегодня остался дома. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Что случилось? Ничего не случилось. Hast du schon gegessen? Nein, ich habe noch nicht gegessen. Ты уже поел? Нет, я еще не еl. Hat dein Bruder Pizza mitgebracht? Ja, er hat Pizza mitgebracht. Tвой брат взял с собой Pizzo? Или принес с собой Pizzo? Да, он принес с собой Pizzo. Hat deine Schwester diesen Brief geschrieben? Ja, dein Brief hat meine Schwester geschrieben. Твои сестра написали это письмо? Да, это письмо написала моя сестра. Wo hast du deinen Urlaub verbracht? Ich habe meinen Urlaub auf Mallorca verbracht. Где ты провел свой отпуск? Я провел свой отпуск на Майорке. Hast du dieses Lied gesungen? Nein, dieses Lied hat mein Bruder gesungen. Ты пел эту песню? Нет, эту песню пел мой брат. Habt ihr heute gewonnen? Ja, wir haben heute gewonnen. Вы сегодня выиграли? Да, мы сегодня выиграли. Wer hat gestern verloren? Mein Team hat leider verloren. Кто сегодня проиграл? К сожалению, моя команда сегодня проиграла. Was hast du verloren? Ich habe meine Tasche verloren. Что ты потерял? Я потерял мою сумку. И вот здесь мы видим, что verloren как проиграл и verloren как потерял. Чтобы в таких моментах разбираться лучше и вообще многозначные слова, я разбираю в том самом ролике, на который я уже сегодня ссылался. это вся лексика немецкого языка. Пятичасовой ролик. Ссылка будет в комментариях. Hast du wieder alle Wörter vergessen? Ja, ich habe wieder alle Wörter vergessen. Ты снова все слова забыл? Да, я снова все слова забыл. Такая стандартная история для изучения немецкого языка. И не только немецкого. Hast du dir die Hände gewaschen? Ja, ich habe mir die Hände gewaschen. Ты помыл руки? Да, я помыл руки. Почему здесь dir, mir и как это работает разобрано в одном ролике. Возвратные глаголы в немецком языке частится sich в accusative и в dative. Сегодня мы не касаемся грамматики. Только слушаем и повторяем. Hast du dich gestern mit deinen Freunden getroffen? Ja, ich habe mich gestern mit meinen Freunden getroffen. Habt ihr euch gestern mit euren Freunden getroffen? Ja, wir haben uns gestern mit unseren Freunden getroffen. Вы вчера встречались со своими друзьями? Да, мы вчера встречались со своими друзьями. Was haben sie dir empfohlen? Sie haben mir nichts empfohlen. Что? Они тебе посоветовали. Они ничего не советовали. Wer hat das Tor geschossen? Marco Reus hat das Tor geschossen. Кто забил гол? Marco Reus забил гол. Wer hat dich geschlagen? Mein Mitschüler hat mich geschlagen. Кто тебя побил? Мой одноклассник меня побил. Хотя Mitschüler это не обязательно одноклассник, просто тот, кто учится с тобой в одной школе. Hast du heute gut geschlafen? Nein, ich habe heute schlecht geschlafen. Ты сегодня хорошо спал? Нет, я сегодня плохо спал. Hat sie ihre tasche zu Hause gelassen? Ja, sie hat ihre tasche zu Hause gelassen. Она оставила свою сумку дома? Да, она оставила свою сумку дома. Глагол lassen очень интересный в немецком языке. Его я разбирал в отдельном ролике. Если вам интересно, спросите в комментариях. Я скину вам ссылку. У него около семи значений разных. Hast du dieses Buch gelesen? Ja, ich habe es schon gelesen. Ты читал эту книгу? Да, я ее уже читал. Hast du an mich gedacht? Klar habe ich an dich gedacht. Ты обо мне подумал? Конечно, я тебе подумал. Um wie viel Uhr bist du aufgestanden? Ich bin heute um sieben aufgestanden. Васколько ты сегодня вставил? Я сегодня в семье вставил? Hast du mich verstanden? Nein, ich habe dich nicht verstanden. Ты меня понял? Нет, я тебе не понял. Hat dein Bruder die Prüfung bestanden? Ja, er hat die Prüfung bestanden. Ты обо мне подумал? Да, я вам подумал. У какого часаТы сегодня у тебя не понял? Я сегодня у двух часов. Я сегодня у тебя не понял. Hast ты уезжал? Да, я уезжал. Ты уезжал с теми? Да, я уезжал с теми. Ты принёс с собой Пиццу? Да, я принёс с собой Пиццу и Пиво. Ты своих коллег проконсультировал? Да, я их вчера проконсультировал. Hast du dich auf die Prüfung schon vorbereitet? Nein, ich habe mich auf die Prüfung noch nicht vorbereitet. Ты уже подготовился к экзамену? Нет, я ещё не подготовился к экзамену. Machst du dir Sorgen um deine Kinder? Ja, ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Ты беспокоишься о своих детях? Да, я беспокоюсь о своих детях. Hast du dir deine Zukunft vorgestellt? Nein, ich habe mir nie meine Zukunft vorgestellt. Ты представлял себе своё будущее? Нет, я никогда не представлял себе своё будущее. Hast du im Supermarkt eingekauft? Ja, ich habe im Supermarkt eingekauft. Ты закупился в Supermarkt? Да, я закупился в Supermarkt. Hast du dein Auto schon verkauft? Ja, ich habe mein Auto schon verkauft. Ты уже продал свою машину? Да, я уже продал свою машину. Wo hast du früher gelebt? Ich habe früher in der Ukraine gelebt. Где ты раньше жил? Я раньше жил в Украине. Was hast du erlebt? Ich habe eine schöne Reise erlebt. Что ты пережил? Я пережил прекрасное путешествие. В немецком слово «пережить» не имеет какой-то негативной коннотации. Это просто можно пережить что-то хорошее, что-то плохое. Такое нейтральное значение этого слова, в отличие от русского языка. Hast du mich überhaupt geliebt? Ja, ich habe dich immer geliebt. Ты меня вообще любил? Да, я тебя всегда любил. Hast du dich in deine Kollegen verliebt? Ja, ich habe mich in meine Kollegen verliebt. Ты влюбился в свою коллегу? Да, я влюбился в мою коллегу. Hast du dich auf die Ferien gefreut? Ja, ich habe mich darauf gefreut. Ты радовался каникулом? Да, я радовался каникулом. Hat er sich über den Sieg gefreut? Ja, er hat sich über den Sieg gefreut. Он радовался победе? Да, он радовался победе. Почему sich freuen auf и sich freuen über… Почему два варианта я рассказываю в отдельном ролике. Если вам интересно, спрашивайте также в комментариях, «Haben Sie sich gut erholt?» Ja, Sie haben sich gut erholt. Они хорошо отдохнули? Да, они хорошо отдохнули. Hast du den Kuchen probiert? Ja, ich habe ihn schon probiert. Ты попробовал пирог? Да, я его уже попробовал. Hast du alles registriert? Nein, ich habe nichts registriert. Ты все зарегистрировал? Нет, я ничего не зарегистрировал. Hast du dein Haus renoviert? Ja, ich habe mein Haus renoviert. Ты отремонтировал свой дом? Да, я его отремонтировал. Wo hast du studiert? Ich habe in Deutschland studiert. Где ты учился? Я учился в Германии. Будьте внимательны, штудируйте именно учиться в университете, высшее образование. В школе lernen. Просто дома что-то учить – это lernen. Подробно, в чем разница «perfect» и «prateritum», я объясняю в том ролике, на который уже несколько раз сегодня ссылался. Обязательно его смотрите. Там все тонкости этой темы. Сейчас же мы просто повторяем. Единственное, что скажу, что вопросов в этой теме не подразумевается, потому что «prateritum» в основном используется для монологов, а не для диалогов и в разговорной речи, поэтому не так часто используется. Так же слушаем и повторяем. Восьмадцать она сдала абитура. Абитура – это успешная сдача всех экзаменов по окончанию школы. Данах беварбт sie sich um einen Studienplatz. После этого она нанялась на учебное место. Это дословный перевод. На самом деле она поступила в университет. То есть слово «поступать» – это тоже sich bewerben, хотя изначально это наниматься. Sie fing mit dem Studium im Oktober an. Она начала обучение в октябре. Mit 25 begann sie als Ärztin zu arbeiten. 25. она начала работать врачом. Mit 30. она переехала в Берлин. В 30. она переехала в Берлин. Mit 32. она heirатилась и получила ее первое. В 32. она вышла замуж и получила своего первого ребенка. Опять же, мы по-русски говорим «у нее родился первый ребенок». По-немецки используем «bekommen» – «I'm baby bekommen, I'm king bekommen». «У нас родился ребенок» – «we haben ein baby bekommen». Мы получили ребенка, если дословно. И на сегодня это все. Очередная сотня фраз по системе «вопрос-ответ» разобрана. Любые вопросы задавайте в комментариях. Любые темы. Я скину вам ролик, который подробно это объясняет. Что касается будущего этого плейлиста, где мы учим немецкий по фразам, если вам нравится такое изучение языка, обязательно пишите об этом в комментариях. Я их все читаю, и мне важно знать, сколько человек хотят продолжения. Также ставьте лайк – это меньшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать мой канал, и чтобы получать больше новых подробных видео по разным темам. А тем у нас еще много. У нас есть «conjunctive zwei», «passive», «сложно подчиненные предложения», «zu плюс infinitive» и так далее. На каждую эту тему можно также сделать много примеров, много подобных предложений, которые вы будете слушать, запоминать и привыкать естественным образом к немецкой речи. Спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...